Друзья, всем привет! Я журналист Денис Пахила. В этом блоге на телеканале Дом Я расскажу о том, как же дела у меня дома на Донбассе. Так как я родился и долгое время прожил в Волчевске, Луганской области и продолжаю ныне активно следить за тем, что же там происходит. Более 250 иностранцев участвуют, либо же участвовали ранее в боевых действиях против украинской армии на Донбассе. По крайней мере, такую цифру называют в Генпрокуратуре Украины, но иностранных граждан в рядах незаконных вооруженных формирований может быть гораздо больше. Это граждане более чем 30 стран. География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет почти 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии по 27 человек, Молдовы 26, Франции 20. Как минимум 24 человека приехали на Донбасс из Чехии. Я же напомню, что Чехия одна из немногих стран, которые осуждают собственных граждан за участие в военном вооруженном конфликте на территории Украины. То есть, Чехии получают как условные, так и реальные сроки. Уже к уголовной ответственности по фактам террористической деятельности на востоке Украины привлечены 12 граждан Чехии. И все они подпадают под террористические статьи Уголовного кодекса этой страны. То есть, речь идет не о наемничестве. И я сразу поясню почему. Это гораздо сложнее доказать в суде. Но факт остается фактом. Человек совершал преступные действия с оружием в руках, пусть даже на территории другой страны. У офиса генпрокурора есть информация, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование и обучение наемников, которых потом отправляют на Донбасс. Разумеется, в самой России подобные организации позиционируют себя исключительно как движение по оказанию помощи как самим россиянам, так и иностранцам, которые якобы добровольно отправились воевать на Донбасс против украинцев. Самая знаменитая организация – это так называемый Союз Добровольцев Донбасса. Мои коллеги уже не раз о ней рассказывали. Она создана для довольно узкого круга боевиков, среди которых в основном россияне и украинцы. Да и в последнее время становится все более очевидно, что Союз Добровольцев Донбасса – это такой политический проект, который попутно помогает в реабилитации некоторым раненым боевикам, или как там любят говорить, добровольцам. А вот иностранные граждане, судя по всему, воюют на Донбассе на свой страх и риск. Получишь ранения – это твои проблемы. Так называемые республики вряд ли помогут, а чтобы получить помощь от россиян, нужно иметь правильные так называемые знакомства. Вот один из свежих примеров. Серб Боян Джеферович, который в 2015 году приехал в Донецк и воевал в рядах незаконных вооруженных формирований, вынужден просить помощь на лечение публично на своей странице в социальной сети. Так, член интернациональной бригады ДНР в 2017 году получил осколочное ранение под Авдеевкой. Сейчас же просит собрать 80 тысяч рублей. За время, которое Джеферович живет в Донецке, он успел не раз дать интервью местным и российским пропагандистским СМИ. Основной посыл этого человека звучит так, цитирую. «У нас традиция быть вместе с Россией. Либо Россия нам помогает, либо мы ей помогаем. Русские и сербы – братья навеки». Конец цитаты. То есть человек даже вообще не скрывает, что он действует в интересах Российской Федерации. Правда, при этом он путает русских и россиян. Иностранец, приехавший воевать в интересах России на территории Украины – очередное подтверждение тому, что в нашей стране никакая не гражданская война, как очень любят говорить, повторять в Кремле. Друзья, мы и дальше будем следить за событиями, за новостями на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. Я еще раз, который раз напоминаю, если у вас есть сведения о происходящем на территории Ордло, пишите нам все соцсети телеканала Дом, пишите нам на почту, пишите в комментарии под этим видео. Мы отслеживаем все, абсолютно все ваши мессенджи. Спасибо вам большое за доверие и до встречи. Спасибо.